Очень часто мы слышим известия из различных регионов России о гибели подростков от вдыхания паров газа и других веществ, иными словами, от токсикомании. Недавно в Славянском районе погибли двое подростков из-за отравления газом из баллончиков для заправки газовых печей. О том, как уберечь юных славянцев от беды, смотрите в репортаже Тины Капачевской и Александра Косицына. По статистике, большинство из тех, кто погибает от вдыхания химических веществ, это дети и подростки в возрасте от 7 до 13 лет. При употреблении газа возникают галлюцинации. Это вещество вызывает сильную психологическую зависимость. Бутан вытесняет кислород из вдыхаемой смеси. Смерть наступает так же, как и при отравлении бытовым газом. По сути, острая кислородная недостаточность – гипоксия. Масштаб распространения токсикомании и те разрушения, которые она наносит детским организмам, очень велики. Токсикоманы, чтобы получить одурманивающий эффект, вдыхают пары летучих растворителей, содержащих сильные химические элементы. Газы, которые наносят смертельный вред организму, главным его жизненным органам – сердцу и мозгу. В Славянском районе ведется активная профилактическая работа с детьми и подростками. Проводится много интересных мероприятий, соревнований. В городе успешно работают 10 детско-юношеских спортивных школ, 15 спортзалов, 6 открытых спортивных площадок с искусственным покрытием, плавательный бассейн, спортивный комплекс «Лидер», 15 домов культуры, 31 библиотека, 56 молодежных клубов по месту жительства. Все это направлено на отвлечение детей и подростков от пагубных социальных явлений. В связи с трагической смертью школьников в Славянском районе во всех школах были проведены совместные собрания родителей и детей с 5 по 11 класса. Главная цель – рассказать семьям о той общей боли, беде, которая постучала в дома славянцев и которая касается каждого неравнодушного человека. С ней, считая директор лицея номер один, Любовь Белик, должны справиться вместе – учителя и родители. Я считаю, что вот это именно та ситуация, когда ребенка нужно напугать. Он должен понимать о том, что это не игра, что это не просто шалость, которая может закончиться со словами «все хорошо». Это та шалость, которая может привести и чаще всего приходит к страшному исходу. Главное, к чему призывали на собрании каждого ребенка – не отмалчиваться, доверять родителям, учителям и обязательно рассказывать взрослым, если в его среде есть друзья, подверженные токсикомании. Тем самым можно спасти жизнь своему другу, остановить его на пути к смерти. Родители же просили внимательнее следить за состоянием своего ребенка, всегда знать, где и с кем он находится. Выступавшие говорили о ценности жизни, дружбы, взаимопонимании между ребенком и родителями, о том, что нужно делать, чтобы этому агрессивному миру, в котором находятся дети, могли противостоять родительская любовь и забота. Ведь все начинается с семьи. Если в доме царит гармония, обстановка благоприятная, есть взаимопонимание, поддержка родителей, то ребенку не захочется искать смертельных приключений. Алексей Бабич – отец двоих детей, его старший сын учится в пятом классе. По его мнению, есть три важных правила, которые обязательно нужно соблюдать при воспитании детей. Мы должны прежде всего следить за нашими детьми, не отдалять их от себя и проводить профилактику с ними. Первое. Второе – насаждать в них здоровый образ жизни. И третье – смотреть, в какую компанию они попадают, что на них влияет, какие у них приоритеты. В эти же дни лидеров школьных самоуправлений, социальных педагогов пригласили в районную администрацию, где обсудили с ними серьезную проблему – распространение токсикомании в молодежной среде. Провели встречу заместитель главы по социальным вопросам Ольга Леус и начальник управления образования Виталий Титаренко. И считаю, что мы должны встать заслоном от этих событий, оградить наших детей и объединиться все вместе в этой работе. Подростки говорили о том, как можно повлиять на тех своих сверстников, которые сбились с правильного жизненного пути, поддались пагубной зависимости. Очень хорошо то, что со стороны взрослых, то, что они все-таки обратились к сверстникам и именно изнутри начали изучать проблему, чтобы внести какие-то поправки. Те предложения, которые внесли они, потом то, что внесли дети. Все это нужно обработать и, безусловно, оно внесет свой вклад. Также в ходе этой встречи пытались выяснить, какими путями подростки могут прийти к этой зависимости. Детям в таком возрасте свойственно стремление все попробовать, все испытать. Они панически боятся прослыть слабаками, не знающими жизни. Попадая в компанию, где уже есть другие, испытавшие кайф от дурмана, они решаются попробовать. Валерий Рогожиков, ученик школы номер три, считает, чтобы предотвратить беду, надо найти занятие по душе. Вообще это происходит в большем случае от недостатка внимания, от плохой компании человека и вообще чем он увлекается. Вообще в школу нужно больше приводить разных людей, которые будут говорить им, куда можно пойти. Например, у нас очень много выборов, куда можно пойти музыкальная школа, гребля академическая, также спортивная школа, гимнастика, бокс и так далее. Говорили и о том, что самым опасным является умышленное вовлечение новичка в пагубное пристрастие. Подросток наивно самоуверенно полагает, что с одного раза ничего не будет, что он всегда в любой момент сможет остановиться. «Я только пробую», – думает он, «но увы, стоит только начать». Самое страшное, что большинство ребят даже не знают, что газ, если не с первого раза, то после обязательно приведет к смертельному исходу. А некоторые, даже понимая опасность, уже не могут остановиться. По итогам такой встречи взрослые школьники были едины в одном. В этой работе необходим переход от простого информирования детей о негативных последствиях токсикомании к глубокому пониманию ее трагических последствий. Подростки и наркотики – понятия несовместимые. Алена Лавринова, Тина Копачевская, Сергей Косицын, Константин Монастыренко, программа «События».